Вы еще не начали возвращать деньги с покупок? Тогда зарегистрируйтесь в EPN Cashback. Высокий процент, быстрый вывод средств любым удобным для вас способом. EPN Cashback Ник Мора рекомендует. Ссылка в описании. Всем привет! Сегодня посмотрим на новый телефон от компании Amhorse. Модель называется PUR3. У меня на обзоре уже был PUR2 безрамочный телефон. В этот раз он с рамками, но довольно узкими рамками. Сразу пройдемся по комплекту, посмотрим что к чему. Телефон довольно бюджетный, я не сказал бы что он дорогой. В комплекте у нас сразу блок питания, 5 вольт 2 ампера, евровилка, что удобно, не надо никаких переходников. USB 2.0 и Type-C разъем. Чем мне нравится, что хоть какая-то компания штампует свои телефоны, хоть и бюджетные, но с Type-C разъемами. Micro-USB я считаю уже давно должен был отмереть, он уже поднадоел. Также идет переходник 3.5 mini jack и Type-C для того, чтобы подключить наушники, так как телефон не имеет 3.5 mini jack разъема. Да, вы знаете, у кого это скоммунижено, но возможно это сделано во благо влагозащиты, как говорится. Также идет скреп для открытия симлота, довольно такая длинная, необычная. Силиконовый чехол, который со временем у нас пожелтеет, но на первое время хватит, пока не появятся чехлы. Может они уже и появились на Алиэкспрессе, я этого еще пока не знаю. Но и силиконовый сойдет. И также последняя у нас идет в коробке еще и защитная пленка. Не стекло, а просто пленка. Переходим к самому телефону. Телефон с диагональю экрана 5,7 дюймов. Экран немного у нас марки. Олеофобка присутствует, но такая не как у Samsung, конечно, как у китайских телефонов. С обратной стороны пластиковая матовая крышка. Она довольно маркая, хотя не особо видно как на глянце. Чем заинтересовал мне данный телефон, что он имеет 4 камеры. 2 фронтальные и 2 задние, и также 3 фотоспышки. Точнее 2, одна у нас двойная, одна одинарная. На фронтальной стороне у нас есть фотоспышка, сдвоенный модуль камеры. Одна на 8 мегапикселей, другая на 5 мегапикселей. Также датчик освещенности и приближенности. С обратной стороны датчик отпечатка пальца на 360 градусов. Срабатывает довольно быстро, нареканий у меня к нему не возникло. Сдвоенная фотоспышка и также сдвоенная камера. Одна на 13 мегапикселей, вторая также на 5 мегапикселей. Для того, чтобы делать эффект боке. Но у китайских смартфонов на самом деле это не получается. Поэтому я считаю, на это обращать внимание не стоит. Сам телефон довольно приятный, лежит удобно в руке. Диагональ экрана 5,7 дюймов. Хотя соотношение с другими телефонами это где-то у нас 5,5 дюймов по размерам. Так как достигли таких размеров за счет сужения верхних и нижней рамки. Итак, телефон у нас 8-ядерный. Работает на процессоре MTK Cortex-A53. С тактовой частот 2 ГГц. Android 7.1. Оперативной памяти 4 ГБ. Встроенной памяти 64 ГБ. И давайте перейдем в андуту. Посмотрим, сколько баллов набирает. 66 тысяч баллов. Довольно неплохой результат. Видеоускоритель Mali G71. Для игр вполне достаточно. Я не сказал бы, что он довольно слабый. Новая архитектура. А процессор MTK 6763. Тоже довольно новый процессор. Но не сказал бы, что это один из самых мощных. Есть и помощнее. Оперативной памяти доступно 2,3 ГБ. На данный момент. Хотя телефон практически не загруженный. Пару тестов висит на нем, так как я его тестировал. И общей памяти 3,8 ГБ. Вместо 4. Внутренней памяти вместо 64. У нас всего 52 ГБ. Доступно 49,5 ГБ. Что еще здесь можно сказать. Разрешение экрана 720 пикселей на 1440 пикселей. И соотношение сторон у нас 18 к 9. Для того, чтобы было комфортно нам играть. Как говорится. Но не только. Плотность пикселей 280 PPI. DPI. Показано, что у камеры у нас 16 Мп. Но на самом деле у задней камеры 13 Мп модуль. Так как у нас здесь идет еще интерполяция. Растягивают немного. Емкость аккумулятора написана 3600 мАч. Но заявлено 4000 мАч. Затестировать не получилось. Поэтому будем верить, наверное, тому, что написано в Antutu. Хотя Antutu бывает не некорректно показывает. Один динамик с левой стороны. С правой стороны. Довольно громкий. Не сказал бы, что тихий телефон. Но и динамик не хрипит. Не обсирается. Так. По звуку мы поняли здесь все. По дисплею нареканий у меня никаких не возникло. Четкость и краски, контрастность вообще обалденная. Здесь просто без вопросов. Давайте пройдемся сначала по простым игрушкам. Сабвей серф покажем. Скажу, что игрушки летают. Фризов, тормозов я не заметил. Хороший бюджетный телефон. В районе 160 долларов. Если использовать кэшбэк и еще акции какие-нибудь на скидку, то купоны можно взять за все 130-120, скорее всего. Но это не точно. Переходите по ссылкам в описании и смотрите, ловите скидки. Кого заинтересовал данный телефон, то можете обратить на него внимание. Если кто-то ищет второй телефон или как основной. Как основной тоже он вполне мощный телефон. Так, ну давайте. Сабвей серф. Довольно простая игра. Много не требует. Здесь она очень плавно идет. Но она в принципе и на слабых телефонов плавно почти идет. Хотя у меня на Mi Paddy, по-моему. В Xiaomi нам совы серф с тормозами идет. Для планшет полностью чистый. И перепрошитый. Не знаю, от чего зависит. Ну здесь все отлично. Здесь не фризов, не лагов. Здесь все отлично. Теперь переходим на асфальт. Давайте все здесь поуберем. Освобождаем памяти. Смотрим, сколько у нас стало доступно. Доступно 2,5 гигабайта. Не знаю, почему так мало. Но, скорее всего, еще сам Android занимает довольно много оперативки. Асфальт 8. Всеми известная. Но, скорее всего, он в дальнейшем будет на телефонах тестировать через онлайн игры. Такие как PUBG или Battleground. Там на максимальной графике телефоны, даже мощный телефон, начинают подтормаживать. Телефоны я проверяю на асфальте 8. Так как на нем довольно жесткие требования для телефонов. И данный телефон, M-Force 3, PUR 3, точнее, справляется на ура. Фризов тормозов ни разу у меня не было. Не замечал. Хотя игра у нас обновленная. Требует еще больше характеристик от железа. Но она быстрая, плавная. Даже при долгой игре никаких притормаживаний я не замечал. Ну, летая эта игра довольно быстрая. Давай быстрее, чтобы в камеру попасть. Быстрая, четкая. Нареканий нет. Также удобный хват. Так как телефон у нас полностью скругленный. Динамик находится сверху, как у Samsung Galaxy S8. Он его не перекрывает. Но, естественно, если держать телефон так, то динамик будет перекрыт. Вот такие у нас результаты по данному телефону. Поэтому, если кого-то интересовал, можете обратить смело на него внимание. По симкам хочу уточнить, что у нас идет одна micro-sim, вторая nano-sim. И также телефон поддерживает 2G-сети, 3G-сети и 4G-сети. Ссылки будут в описании под видео на проверенного продавца с Алиэкспресс. Поэтому, можете смело переходить по ссылкам в описании. И рассмотреть данный телефон более подробно в картинках или фотографиях. Сейчас покажу еще тесты фотографий в конце. И видео, коротенькое видео превью такое, теста. Все, если видео было полезно, поставим пальчик кверху. Подписываемся на канал. И всем до скорых встреч. Всем пока. Так, по видео автофокус присутствует. Быстро фокусируется. Довольно быстро, не сказал бы. По звуку смотрите сами. Телефон где-то на расстоянии в 30 см от моей головы. Нормально, срабатывает довольно быстро. Без нажатия пальцем. Так, теперь к фотографиям переходим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры подогнал «Симон»